Всем привет, друзья, ребята, с вами Юранко, и сегодня я хотел бы рассказать вам про такое прекрасное приложение, как With3. Для всех тех, кто из вас до этого слышал о такой программе, как WinDeer3, кажется она называется, или просто WinDeer, или Win3, как-то так оно, по-моему, называлось, то это его прекрасный, замечательный аналог, который предназначен для того, чтобы можно было находить огромные массивы ненужного мусора и хлама на своих жестких или SSD дисках, либо же, например, на NVMe дисках. Огромное количество, представьте, вы скачивали какую-то информацию, устанавливали множество разных игр, все это потом удаляли, может быть, у кого-то целая каша на жестких дисках, и в итоге оказывается так, что у вас нет свободного места. И, само собой, вы захотели выяснить, а чем же у меня забит мой, например, накопитель. То данная программа придет вам на помощь. Плюсы. Первое, оно полностью бесплатное, то есть ни копейки за него не надо платить, скачать его можно с официального сайта. Собственно, по ссылке в описании под видео будет ссылка на официальный сайт, где есть возможность выполнить загрузку. Это вот у нас с вами будет вот такая страница, 46 раз быстрее, чем WinDeerStat. Вот как эта программа называлась, WinDeerStat у нас с вами. Второй момент. Загрузить можно по кнопке Download или задонатить, если есть желание, разработчикам. Нажав кнопку Download, вы попадаете на страницу. Download и Installer это установщик. Версия 4.15 от 14 августа 2023 года. Последнее обновление, то есть пару месяцев буквально с половиной назад. Либо вариант это скачать портативную версию, если вы не хотите ее устанавливать. Версия также 4.15. 14 августа 2023 года. Всего лишь весящая около 7 мегабайт. Да, весят она очень мало, однако функционал у него нереально просто крутой. Если у кого-то есть желание заплатить за программу, вы можете сделать, собственно, здесь supporter edition или расширенную лицензию. Если кто-то покупает, хочет или использовать ее для коммерческого какого-то применения, может быть, я не знаю, занимается в IT-сфере или какие-то есть у кого-то офисы и прочее, то есть возможность приобрести полную лицензию, если кому-то это вдруг понадобится. Также второй момент, откуда еще можно скачать дополнительно, это я по ссылке под видео создал свой архивчик версии 4.15, просто закинул все в один архив вот сюда. Это portable, то есть портативный вариант у нас программы, просто нужно вот эту папку, можно архив распаковать куда-нибудь. Запустите R64 файл, это для 64-битных систем, либо стандартного S3 для 32-битной системы, либо вот установщик. Устанавливается легко, просто открываете его, нажимаете все время Next, 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 я принимаю условия соглашения и просто устанавливаете и все. После этого нам с вами необходимо его запустить. Ну что ж, давайте же посмотрим. Внешне он у нас с вами очень сильно похож на Виндерстад, совершенно верно. Однако несколько, чуть-чуть отличается. В тот момент, когда Виндерстад работал медленнее, то у S3, вот здесь у нас с вами есть выбор, это выбрать наш с вами накопитель. В моем случае это локальный диск C, я сейчас буду просто проводить, так сказать, анализ своего NVMe накопителя, на котором установлена система. Вы обратите внимание, насколько быстро происходит проверка. Мы нажимаем кнопочку анализ и буквально в считанные секунды у нас с вами подсчитывается количество папок и всего остального. Указывается, сколько сканирований выполнено за 4 секунды. Вуаля, отображается наш с вами диск. Ну и в свою очередь справа отображается это расширение файлов, ну и сколько всего места они занимают. Самый большой у меня файл это SQ Lite. SQ Lite это файл, который у меня идет от моего ChiaCoin. Да, он самый большой. К сожалению, весь это все дело очень много. Место там чуть ли не по 200 гигабайт, к сожалению, занимает, поэтому его удалить, да, к несчастью, увы, я не могу. Это вот майонет, блокчейн отображается вот здесь. У нас с вами есть подобного рода, как это сказать, рамочные, да, предоставления такое некоторых файлов. Особенно те, которые занимают больше всего места, они вот в виде вот таких больших квадратов отображаются. Это hyperfill.sys, это у нас с вами гиперфайл, системный файл, это pagefile.sys, но давайте обо всем поподробнее пока что. Значит, как удалить файл? Удаляется все очень легко и просто, вы просто выделяете ненужный для вас файл, например, нажав правой кнопкой мыши, имеете возможность выполнить и сделать все, что вы пожелаете. Например, это можно удалить, иногда там, не знаю, переместить и все тому подобное. Однако, на что стоит обратить внимание? Смотрите внимательно сейчас. У нас с вами есть некоторые папки стандартного формата, желтенькие, с черными буковками. Есть некоторые папки желтенькие, но уже чуть более ярко желтенькие и серенькими буковками. Есть папки у нас с вами слабо желтенькие, со серенькими буковками и вот такой вот шестереночкой. Что это такое? Обратите внимание, что справа от каждой из папок есть такая вещь, как атрибут. Атрибут, например, R, атрибут H, атрибут HS и атрибут, собственно, вообще может отсутствовать. Что на себя представляет? Как я заметил, это лично мои выводы, я ни в коем случае не утверждаю, что это так. У атрибутов HS и атрибуты H это системные файлы, которые трогать не надо. Не надо их ни трогать, ни удалять. В том числе есть атрибут R. Например, на некоторых у нас с вами папках есть еще и атрибут A. Атрибут вот у нас с вами идет HS. HSA тоже, наверное, не рекомендую вам трогать, собственно. Ну и вот мы видим с вами такие вот шестереночки. Лучше это ничего не трогать. Тем более, что если некоторые папки скрыты, они показываются как скрытые сереньким цветом. Если у кого-то проблемы со зрением, может быть будет тяжеловато разглядеть. Однако, ну, если присмотритесь, то заметите. Значит, следующий момент у нас с вами это расширение. У каждого расширения есть свой цвет. Если есть желание, в настройках эти цвета можно менять. Но это уже более глубокие параметры. Отображение общего количества файлов данного расширения. SQLite, процент занятого места на диске, 31,5% в соответствии всех полностью имеющихся файлов. Например, у меня есть папка local, обратите внимание, вот здесь. У меня выдается temp photoshop. Какой-то временный файл photoshop, тоже имеющий такой довольно большой кубик. И по ним вы тоже так же можете ориентироваться. То есть смотрите, что занимают какие файлы. Это windows.memory.dmp. Это, по всей видимости, dump.windy. Лучше вообще не трогать его, потому что все-таки это системные файлы. И они у нас с вами, в принципе, в самом верху. Это dll библиотеки, sys библиотеки и так далее. Значит, mp4 файл. Значит, каким образом мы с вами действовать можем? Смотрите. Мы с вами можем действовать, посмотрев на какой-то диск. Или, например, если есть желание, кстати говоря, можно выбрать здесь или другой диск. Или выбрать папку. Или выбрать несколько дисков, например. Или файл mft. Или файл csv. При необходимости и при желании. Мы с вами выбираем, например, папку users. 53,4% у нас с вами занимает от общего места. 200 примерно 20 гигабайт. Мы с вами нажимаем на плюсик и открываем последующие папки. И смотрим, что у нас с вами занимает так много места. Соответственно, чейкоин занимает у меня 130 гигов. Далее идет папка appdata. С ней нужно быть предельно аккуратной, потому что там могут быть какие-то разного рода системные файлы. Либо же, например, как так называемые в кавычках кэши для разных приложений. И поэтому просто так здесь ничего стирать нельзя. Главное просто, чтобы вы знали, что вы делаете, да, и куда вы лезете. Потому что при неправильном каком-то удалении я никакой ответственности не несу. Если вдруг у кого-то слетит винда, ребят. Я, как говорится, здесь моя хат с краю и ничего не знаю. Это очень важно. Пожалуйста, услышьте. Далее папка, например, у нас идет local. Папка temp. Здесь временные файлы у нас с вами хранятся. Это osst. Просто 777 файлов. Это вот, например, photoshop. Да, если мы с вами так расширим наше значение, посмотрим. Это временные файлы photoshop. Если я его сейчас закрою, он, скорее всего, все это поудаляется. Следующее значение это voice mode. Update у нас с вами обновление, допустим, для восьмойда. Это там установщик бандикам. Они не знают, что они, правда, здесь вообще делают. Это все, по сути, можно было бы, на самом деле, удалить. Повторюсь, самое главное, чтобы вы знали, что вы удаляете. Потому что любые неправильно проделанные вами действия могут привести к очень потом ужасающим, неприятным последствиям. Яндекс, например, вот voice mode, package, packages, nvidia. У nvidia там, по-моему, это кэш был, насколько я помню. Да, это кэш шейдеров, кажется. Ну и так далее. То есть по такому принципу можно смотреть в разных папках, что где у кого может занимать. Например, какие-то файлы вот с рабочего стола у меня здесь шли. На у меня здесь были рабочий стол. Ну и, собственно, самые большие. Например, DRAM LED на материнской плате. DRAM LED на материнской плате. Имеем тест. Я забыл, да, когда монтировал этот видеоролик. Вот у меня папка. А в нем находится, соответственно, плюс. Мы нажимаем вот на плютик 25 файлов. И вот у меня, собственно, неотмонтированный, можно сказать, видеоролик, который я уже сделал. Он смонтировал. Нажимаю правую кнопку мыши, либо просто выделяю его мышкой, нажимаю кнопочку delete на клавиатуре. И написано удаление папки, хранящейся только в сети. Окончательно удаляю ее с компьютера без отправки в корзину. Соответственно, продолжать или нет? Ну, если нужно, можете не спрашивать, можно поставить галочку. Нажимаем да. Удалено. Ошибка в Яндекс.Маркете, там и так далее. Мы нажимаем с вами так же да. Она у нас с вами стирается, то есть вычеркивается. Вот по поводу восстановления, как я понимаю, уже не восстановить. Нас с вами предупреждали. Поэтому это очень важный момент. Собственно, все. То есть то, что мы видим, мы сами это все стерли, все удалили. Теперь можно по такому же принципу действовать, например, и с другими файлами. Все работает очень легко и просто. Также момент, связанный с такими папками, это я уже говорил. Это системные папки, системные файлы, которые имеют атрибуты hs. Атрибут есть у нас еще с вами r. Этот, по-моему, тоже что-то связанное с системой. Поэтому то, что имеет атрибуты, с ними лучше быть предельно аккуратными. Да и в целом, наверное, не удалять. Ну, за исключением OneDrive. Там можно что-нибудь почистить. Мы, в принципе, уже почистили так много, практически ничего не осталось. Вот по такому принципу можно, в принципе, у нас с вами действовать. Ребята, не знаю, что еще по поводу программы говорить. Вроде как все легко и просто. То, что удалили, вот выделяется красным цветом. У нас с вами теперь здесь. Значит, в следующий момент есть настройки. Это динамические значения или значения, отображаемые в определенных форматах, как нужно. Байты, килобайты, мегабайты, ну и так далее. Фильтрация результатов сканирования. То есть это то, что там, например, пока... А, включать и исключать то, что необходимо. Если вдруг это необходимо. Дима, вот фильтр у нас здесь имеется также. Если он у нас с вами не нужен, то, в свою очередь, оставим с вами и не будем туда ее трогать. Значит, это показывать типы файлов, показывать графическую карту. Это вот графическая карта. Если она не нужна, ее можно выключить. Показывать на карте распределенный размер на диске. Это лучше все оставить как есть. Показывать на карте свободное место. В этом нужде, я думаю, никакого нет. И настройка цветов, если кому-то надо. Либо автовыбор, либо под каждое значение формата можно назначить определенный тип цвета, если кому-то нужно. Если кто-то есть дальтоники, то здесь есть возможность настроить функцию дальтонизма. Все вроде как легко и просто. И даже не знаю, что вам еще по поводу нее сказать. Нашли файл. Сомневаетесь, в интернете забили, спросили, что назначает. У интернета, ребят, не у меня, пожалуйста. Выяснили, ненужный файл удалили. И так далее. В таком принципу действуем. Все легко и просто. Скрытые файлы не рекомендую трогать. За исключением, могут быть в скрытых файлах иногда вирусы находиться. Но это уже отдельная тематика совершенно. Собственно, серые папки и папки серенькие с шестереночками лучше не трогать. По поводу атрибутов тоже вроде все сказал. Надеюсь, все понятно. А на этом пока что, ребятушки, все. В принципе-то. Можно диск D было бы еще посмотреть заодно. Давай диск D посмотрим, просканируем его. Оп, только выбрали. Сразу выполнилось у нас с вами сканирование. То есть все очень легко и просто. Вот, например, какие игры сколько занимают. Steam Library. То есть вот мы видим Steam Apps. Занимает 100%. На саммиты из общего количества всех папок. И мы с вами, например, Steam Apps. Common. Ну и, собственно, вот что у нас с вами сколько занимает. Все указывается, отображается. Если какие-то игры можно удалить при помощи программ компонентов удаления, то лучше сделать это оттуда. А здесь уже доудалять, так сказать, дочистить что-то ненужное. Вот и все. В таком принципу, собственно, все работает. Так что с вами была Ширанка. Огромное спасибо за внимание. До новых встреч. Скоро увидимся. Не приключайтесь. До огромного количества гайдов. Лет-спей. Все крутое сможете найти меня на канале. Будет очень классно, круто, здорово и интересно. До новых встреч. Не приключайтесь. И пока-пока, ребятушки. Скоро увидимся.